а вот мы с вами сколько уже прошло месяца полтора назад встречались за это время не произошло подвижек в сроках рассмотрения на политическую бишь я понял что как-то вот так это подвешено все было знаете к сожалению увеличился срок ожидания то есть на момент начала года шли разговоры от иммиграционной службы что будем стараться всех кто ждет два года и больше побыстрее вызвать сейчас говорят раньше чем через 700 дней не рассчитывайте не разрешают ускорить ускорить этот процесс по большой просьбе могут вне очереди вызвать но все это сложно потому что люди сейчас многие начинают уже нервничать которые долго ждут и просить ускорения поэтому неизвестно кого вызова без приятного нет но многим кто приехал и не собирается путешествовать за границу в ближайшем будущем особенно те кто привезли всю семью они через полгода прекрасно получают все разрешения на работу и выглядит это лучше чем все который приезжает по h1b визе женой с детьми или с мужем и с детьми и не можете жена не может второй супруг не может работать и и разрешение на работу ограничено на конкретного работодателя люди которые приехали заплатили деньги за статус документы чтобы сделать статус беженца через полгода все получили разрешение на работу работать где хочешь живи где хочешь можно ездить по всей стране отдыхать на гавайях а в сан-диего только нет не выезжать за границу это звучит немного кощунственно употребить термин бюджетный вариант вот такой подешевле но как бы так получается но я думаю что на самом деле люди у которых есть деньги может быть они раньше не стремились на политическому убирите хотя есть такая бизнеса миграция по политическому бережке его преследовали предпринимателя там не знаю бумагара или там да и главное то что это сложнее доказывать то есть это тоже можно должны быть какие то это недостаточно вымогательства по бизнесу недостаточно для статуса беженца о нужно показывать что у него определенные взгляды он против коррупции нужно иметь определенную должность определенные связи, нужно упоминать имена людей и так далее. То есть можно помочь человеку вспомнить и получить документы, что происходило, и по этой линии получить документы. Вообще, надо сказать, что мне такое ощущение, что там вся система так создана, чтобы человек мог легко квалифицироваться на политическое убежище. Вот вы можете видеть, в одиночный пикет были случаи, там человек с плакатом «Миру мир», после чего вас берут в обезьянник, там, допустим, вы там ночуете и так далее. То есть вот такие комические, можно сказать. А потом приезжают и выдают визу в паспорте в Америку. Говорят, теперь в Америку дорога. Да. Да, он, может, раньше не собирался, а теперь говорит, ну, куда же теперь одеваться-то уже. Да. Хорошо. А вот если человек, как бы сказать, ну, небогатый, если так, и не то, чтобы у него там был какой-то бизнес, у него есть какой-то заход вот на эту бизнес-линию? То есть если у него был бизнес, он в днем год работал, мы поняли. Если у него есть полмиллиона, миллион, он положил в инвестиции, мы тоже поняли. А если человек, ну, не было у него бизнеса, или, может быть, он там, я не знаю, self-employed какой-то веб-сайты делает сидеть, там, да, как-то так. Вот у него есть какой-то выход в эту сторону? Ну, по бизнес-иммиграции. Во-первых, есть еще визы для талантливых людей, для экстраординальных людей, которые не имеют особо каких-то денег, скажем, которые они получили через инвестиции, нет денег от проданных бизнесов, но есть категория для талантливых людей, они могут быть или связаны с искусством, или связаны с наукой, они могут быть талантливы по своей профессии, и они должны были подняться на определенный уровень. То есть для таких людей целая категория есть, то есть есть визы, которые именно рассчитаны для людей, которые считаются талантливыми в своей… Есть виза О, это временная виза, но потом есть еще гринкарта по этой категории, которая для экстраординариабилити для людей. Человек мог работать на кого-то, на менеджериал должности, или так называется «specialized knowledge», то есть у них могут быть какие-то навыки очень важные, и если эта компания имеет свой филиал в Америке, тогда компания может им организовать эту визу Эль, то есть это не обязательно быть учредителем, главное работать на одну и ту же компанию. Это довольно массово сейчас, многие американские компании перевозят так, вот я знаю людей из России, Украины. Правильно, поэтому люди планируют именно так, те, кто знают, что они хотели бы приехать в Америку, они устраиваются в интернациональную компанию, которая имеет офис в Америке, и во время процесса negotiation, когда они договариваются о зарплате, о должности и так далее, это один из вопросов, который люди поднимают и договариваются о том, что если там все будет хорошо через год, скажем, их переведут в Америку. А вот все-таки я понимаю, что и для H1, и для, скажем, той же визы O, все-таки в какой-то момент где-то черту проводят и говорят, вот этот годится, а этот нет. Я помню, когда лет 20 назад это стало массовой визой H1B, вдруг оказалось, что сильно талантливый зарубежный инженер это человек, который просто получил высшее образование, у него диплом есть, из любого там Урюпинска или там не знаю откуда, и все, он же, оказывается, он же квалифайт, как там нужный специалист востребованный. На H-визу. На H-визу, не значит. Может быть, и сейчас, наверное, тоже так. Ну, на H-визу не такие сильно строгие требования. В ней проблема в том, что ограниченное количество H-виз дается на год. Это я понял. И больше заявлений, да. А сама специализация, человек должен иметь степень бакалавра или эквивалент степени бакалавра? Теперь, все-таки. А вот виза О, нам говорят, это человек талантливый, у него он с какими-то прибабахами. Понимаешь, вот где граница, вот где эта линия проходит, где вот с этими прибабахами берут, а с этими уже нет. Если честно, очень многое зависит от работы адвоката, потому что это более креативный процесс. На самом деле, на H-1B визу тоже немного креативный процесс, особенно, если у человека нет степени бакалавра, который подходит под ту должность, на которую он идет. С О-визой есть список определенных квалификаций, и нужно выбрать несколько из этих квалификаций. Например, принадлежность к каким-то престижным творческим организациям, какие-то награды человек получил, высокую зарплату получал, выступал на телевидении, на радио, писали в газетах о нем, получал какие-то премии, приглашения на интернациональные выставки. Есть список категорий, и нужно минимум по нескольким из них иметь подтверждение, что человек это имеет. Скажем, иметь свои патенты, напечатал книги, кто-то его цитировал в своих работах. То есть, можно с этим работать. А сейчас книгу можно же самому издать? Или надо, чтобы она была определенным образом там? Нет, можно. Просто нужно минимум там три категории из десяти, скажем, нужно показать, что сто процентов человек удовлетворил требования, соответствовал тому, что требует. Вы знаете, что? Я недавно, поскольку у меня переписка большая, недавно получил письмо, и там человек, ну, как бы и страдался. Вот он говорит, вы знаете, и я, говорит, он там собрал документы, подал и получил, опробовал там на эту визу ООМ. Но дальше, для того, чтобы въехать, с его слов, я вот, что, может быть, сказать, что так не бывает, но вот он так рассказывает, что дальше ему надо было найти конкретного нанимателя в США, чтобы ему реально уже въехать. Потому что пока нанимателей нет, то вроде он уже и въехать не может. И вот он спрашивал меня, что делать, потому что какие-то рекрутеры, как только рекрутеры слышат, что ему что-то такое надо, они сразу на него забивают. И он, что делать-то? Я говорю, ну, вы, обращайтесь напрямую в компанию, идите на Крэкслист, если вы хотите в компанию. Не надо идти на Дайс или на Монстр. Но это действительно вот так, что, то есть, вроде, ты сам все собрал, может быть, даже, и тебя подтвердили, а дальше в офферы нет, и ты въехать не можешь. Визы, вот я уже сказала об этом в начале нашей беседы, что многие люди не понимают разницу между визой и гринкартой, и постоянной эмиграцией. А постоянная эмиграция обычно, обычно, человек не привязан к конкретному работодателю. То есть, по некоторым категориям он привязан к работодателю, а есть категории гринкарты, где он просто экстраординарный, и он подошел под требования, и он может приехать в страну, не имея предложения на работу, не имея работодателя. Для визы обычно нужен работодатель, потому что это визы рабочие, и считается, что человек приезжает конкретно работать на одного или на нескольких работодателей. То есть нужно иметь список такой адженды, где он будет что делать. То есть виза ОУ, она вот такая виза? Ну, вообще любая виза. Обычно подразумевает контракт, работу, договоренность с определенным работодателем. Иногда это благотворительные организации. Но это должен кто-то быть, кто-то должен выступать спонсором для этого человека. А если он приехал по визе ОУ, как сильно одаренный, он когда-то в грин-карту может превратить это все? Правильно, да. То есть вот виза ОУ, именно обычный человек, который подтвердил требования и получил визу ОУ, часть этих требований точно так же, как после Эль-визы, совпадает с требованием на получение грин-карту, как экстрадинарного специалиста. Поэтому это не прямой процесс автоматический, а это параллельный процесс между ОУ и получением грин-карты. Но требования, некоторые из них совпадают. Поэтому, скорее всего, если этот человек продолжает заниматься той деятельностью, по которой он приехал по ОУ-визе, то он должен без проблем и довольно быстро получить грин-карту. Я понял. То есть это два параллельных процесса. Виза ОУ позволяет ему приехать и работать, а параллельно он может подать на грин-карту, и, скорее всего, будет соответствовать же требования, как бы там оверлеппинг такой происходит. Значит, теперь, вот с точки зрения присутствия в стране во время этого и отсутствия в стране во время этого. Я помню, мы в свое время делали много рабочих писем, мы и грин-карту много сделали. Это было, ну, скажем так, в конце 90-х, вот тогда бум такой был. Значит, нам тогда объясняли, что вот, если можно делать грин-карту человеку, даже без того, чтобы он вообще приехал и работал, будь она H1B, вот он живет где-то в Москве, а ты ему пока грин-карту делаешь. Правильно. И когда я говорил, а давайте запустим такой процесс, и мне адвокат говорила, понимаешь, в теории можно его и запустить, но на практике тебе могут сказать, но если он такой важный, что ты хочешь, ему аж грин-карту и так далее, что ж ты его не возьмешь на H1B, тогда легко было взять, и чтоб он уже сегодня работал, то есть это как-то странно. Это правда, это правда, поэтому проще, чтобы человек приехал по визе, и пока он находится на этой визе, оформляется грин-карта. Это идеальная ситуация, потому что тогда меньше проблем с получением грин-карты. А если человек находится за пределами Америки, это разрешено, но может быть больше вопросов и больше требований от иммиграционной службы доказать, почему этот человек так нужен. Ну, делается, в принципе. Да? Нет, ну он может сказать, ребят, я на одну зарплату не выдержу по рабочей визе, а у меня там трое детей, допустим, да, поэтому давайте к грин-карту мы уже приедем, не будем работать, и мы как бы финансово там… Да, то есть это разрешено, но проще делать, когда человек находится здесь на месте, в Америке. Просто я к тому говорю, что для человека в этом есть больше, может быть, стабильности, да? То есть он же едет, у него же грин-карта есть, он знает, куда он едет. Правильно, вот я хотела сказать, человек, когда приезжает в Америку, даже если он просто приезжает на несколько лет, это своего рода переезд, особенно если там семья, супруги, дети, это всё довольно сложно подняться и через как бы на другую сторону мира приехать всей семьёй. Поэтому если люди поднимаются и едут на несколько лет, и они уже знают заранее, что они теоретически заинтересованы остаться, то им бы хотелось иметь какую-то ясность и уверенность в том, что они смогут потом получить постоянный статус. Поэтому именно из-за этого люди опасаются. Плюс иногда они сами не готовы переезжать, у них какие-то дела есть в своей стране, а компания настолько в них заинтересована, что готова их ждать. Они, может быть, делают какую-то работу для них из дома в это время. Бывает, да. И сейчас это очень популярно, потому что сейчас настолько развита весь глобал бизнес через интернет, что очень часто именно так и происходит. Редактор субтитров А.Семкин